МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальный сайт Акимата Алматинской области тоже перешел в данную систему. Теперь новости о регионе и о проводимой работе можно узнать, перейдя на сайт www.3w.gov.kz. Ранее действующий официальный сайт Акимата области www.gtsu.gov.kz не активен с 12 июня. Данный переход осуществлен в рамках цифровизации. Проект сэкономит время граждан в поиске нужной информации и удобен в пользовании, говорят эксперты. До конца июня интернет-ресурсы всех управлений области будут доступны на этой странице. По ссылке www.gov.kz вы можете перейти на единый портал интернет-ресурсов государственных органов. Здесь вы можете по списке найти любой интересующий госорган, нажать. И вы, допустим, на примере нашего управления, это страница управления цифровых технологий Алматинской области. Здесь размещена вся интересующая информация. Это информация об управлении, деятельность, все документы, бюджет. Также последние актуальные новости, видеоролики, ссылки. Также указаны все проекты, реализуемые. Продолжаем выпуск. Сохранить для будущего поколения. 11 крупных лесных пожаров зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Общий ущерб исчисляется миллионами. Но главное, природе нанесен непоправимый вред. Дабы не допустить дальнейшего роста, сотрудники ДЧС региона провели профилактическую беседу с владельцами зон отдыха на территории Талдыкурганского лесного хозяйства. В течение года в пожарном графике значится несколько пожароопасных периодов. Очередной из них приходится на лето. Учитывая повышенную температуру, в регионе участились случаи возгорания сухой травы. Факты зарегистрированы как в лесостепной зоне, так и на участках дачных массивов. В целях профилактики сотрудники противопожарной службы обошли зоны отдыха, расположенные в Талдыкурганском лесничестве. Как бы вам сказать, проинструктировать вас, обследовать вашу зону отдыха на соответствие пожарной безопасности. Вот буклет о соблюдении правил пожарной безопасности. Ознакомьтесь. Соблюдайте требования пожарной безопасности и надо требовать от отдыхающих тоже. 13 июля открылись. Работу начали. Гостей принимаем. Соблюдаем пожарную безопасность. Гостей мы объясняем, чтобы соблюдали тоже пожарную безопасность, санитарию. И спасибо вам, что пришли, ознакомили. И спасибо вам, что предупредили. Расположение на лесистой территории обязывает постоянно быть бдительными и работающих в березовой роще. На случай ЧП здесь есть все необходимое. Шансовые инструменты, хлопушки, лопаты, огнетушители и так далее. Люди отдыхают, разжигают костры, близ деревьев, неприспособленных местах. И вследствие чего происходит за грани предусмотрена 367 статья, где предусматривается за нарушение правил пожарной безопасности на физических листах 10 МРП, на должностных листах 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства 50 и на субъектов крупного предпринимательства 150 МРП. По словам спасателей, с начала года на территории Талакурганского лесничества лишь единожды выявили факт незаконного отдыха с розжигом костра. Это в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, радоваться рано. Пожароопасный период только стартовал. Однако, спасателям следует быть готовыми ко всему. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. На страже порядка. На 100% снизились разбойные нападения в Каратальском районе. Заметно убавилось и число грабежей, а также ДТП. Радужную статистику за первое полугодие привели сотрудники местной полицейской службы. О действенных мерах, предпринимаемых блюстителями закона, в борьбе с преступностью расскажет мой коллега Дамир Анитов. Эффективной борьбой с преступностью стражи порядка применили простой, но очень действенный метод – пеший режим. Практика с лихвой себя оправдала. В общественных местах и на улицах уже в значительной мере сокращена преступность. Ежедневно сотрудники отдела полиции осуществляются четыре пеших и один экипаж автопатрулирования по осуществлению общественного порядка. В цели профилактики предупреждения преступления данного вида нами проводятся целевые рейдовые мероприятия с отработкой ранее судимых лиц за совершение корыста насильственных видов преступления. Патрулируя свои участки, полицейские ведут активную разъяснительную работу с гражданами. Они вручают им информационные памятки, брошюры с полезными советами, как предупредить квартирные, карманы и автомобильные кражи. Посещают стражи порядка и объекты малого бизнеса, в их числе магазины, парикмахерские, салоны красоты, ломбарды и так далее. Мы ежедневно обходим места массового скопления людей. Если есть нарушения, со стороны граждан, к примеру, курения в неположенном месте, просим их соблюдать закон. В магазинах мы советуем установить камеры и решетки. Это делается для их же безопасности. Если завтра их ограбят, то по записам с видеосъемки мы раскроем дело заметно быстрее. Активно ведется работа по сокращению дорожно-транспортных происшествий. Начало года на территории района произошло 8 аварий. В итоге 17 человек пострадали, один погиб. Это все же меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако радоваться тут нечему. Сотрудники дорожной полиции намерены усилить работу в этом направлении и значительно минимизировать количество ДТП. Сейчас эта задача номер один. В Париже впервые с момента введения карантина полностью открылись кафе и рестораны. Регион Иль-де-Франс перешел в так называемую «зеленую зону». Власти страны заявляют, что Франция преодолела самый тяжелый период эпидемии. Но напоминают о необходимости соблюдения санитарных правил. В понедельник после долгого перерыва в работе начали принимать туристов свыше трех десятков объектов истории и культуры. Однако действует запретное собрание в общественных местах численностью более 10 человек. Полчища саранчи уничтожает посевы индийских фермеров. В штат Раджастан пустынная саранча добралась из Пакистана уже в начале мая. По оценкам экспертов, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, нашествие будет продолжаться как минимум до начала июля. Оно затронуло уже 43 района в пяти штатах. Передвижение саранчи способствовал циклон Амбхан. В взрослые особи пролетает до 150 км в день. Ученые говорят, что участившиеся во всем мире нашествия саранчи связаны с изменением климата на планете. В Лондоне стартовала неделя моды. На этот раз из-за распространения коронавирусной инфекции показы проходят в онлайн формате. В течение нескольких дней моделеры будут представлять коллекции весна-лето 2021 года. Свои линейки покажут не только известные модные дома, но и начинающие дизайнеры. По словам исполнительного директора Британского совета по вопросу моды, это первая модная неделя без традиционного подиума прохода модели. Но будут фильмы с презентациями коллекции. Как утверждают организаторы мероприятия, пандемия нанесла огромный удар по индустрии. 73% работающих в этой сфере компаний сообщили об отмене заказов. Поэтому это будет шагом коммерческой и потребительской аудитории, а также возможности по-настоящему взглянуть на то, как индустрия по-новому воспринимает цифровые технологии и ищет новые пути. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова